Михаил Глушаков и Александр Новицкий, работники системы эдукации Хонинских районов, обо два тренеры по тяжкой атлетике и обо два аматоры працы на земле, начинали с плодовых осадов 25 соток. Зараз вернулись в сельсовет с просьбой о выделении еще одного гектара. Теперь населенный пункт Езапов будет везкой садом. Неколи на участку Михаила Глушакова и Александра Новицкого было 100 древ, зараз их уже около 2000, а в наступном году будет 5. Властная инициатива и поддержка местных органов УЛАД позволили вернуть у оборот землю и отрынуть на ее корыстную продукцию. Сельсовет нам пошел на встречу, предоставил нам участки, где были захоронены дома на этом же селе, как бы получается, пустующие. И вот уже Гебрадзем вчера приезжал, делал обмер какой-то там. Ну, все в процессе идет. Подтримка инициатив местов Гоносенецова для депутатов Хонинского районного совета принциповая позиция. Не на вид атаку у Хонинских отрамотовали широк подъездов, которые теперь можно лечить узорно-показальными. По этой же схеме зараз проводится доброаппаратку недворовых, территорий. Депутаты допомагают с быдовницей Альтана, которые жахары домов потом похорбуют за властный кошт и будут утримывать в належном стане. По-перше, это позволяет значительно снизить колькость фактов вандализма, а по-другому, выкороняя факты утриманства. Малпа на Йолце, волк на велосипеде. И вот там Буратино с гармоником замест золотого ключа. Усё, гэта вырабил один из мясовых жахаров. Такого дворика на Гомич не больше нема. Причем с кожным годом колькость персонажей увеличивается. Выконание бюджету, развитие сельских подворков, доброаппараткувание, работа с молодыми специалистами, тем, яке закрытые для депутатов Ходинских районных и сельских советов, сегодня нема. При тем, что депутаты и сами часто проявляют инициативу. Менавито таким чином у Казярусской средней школы реализовали три проекты в рамках программы развития Организации Объединенных Наций. Один започник к открытию теннисного корта и шматфункциональной гулявой пляцовки. Районный день депутата завершается приемом громадян. Ситуацию на местах у советов ведусь добро. В районе постоянно проводится анкетование и близопытание, а тому и решение принимается зоником у всех околичностей, что в свою чергу дозволяет выражать реальные проблемы, которые с оправдой хваляют людей. Мы провели 12 встреч информационной группы района совета. Здесь 118 вопросов было и подняты перед нами. 90 вопросов мы разрешили или разъяснили. 14 вопросов на сегодняшний день находятся у нас на контроле. Еженедельно, дважды в неделю мы уезжаем с депутатом по предприятиям, по сельским населенным пунктам и работаем с группой депутатов. То есть не собираем зал, а мы работаем рядом со станком. Олег Сентеров, Игорь Марыщенко, телерадио-компания «Гомель», Хойницкий район.